Начинаем с трагической новости. При тушении пожара на востоке Москвы погибли 8 сотрудников МЧС. Они перестали выходить на связь накануне вечером и до последнего момента была надежда на их спасение. Они первыми прибыли на место ЧП, успели эвакуировать более 100 сотрудников склада и не допустили гибели своих товарищей. Заливали баллоны и компрессоры, которые могли взорваться в любой момент. Сейчас огонь, который охватил площадь более 4000 квадратных метров, потушен. Репортаж Ольги Герасименко. Первые сообщения об этом возгорании поступили в районе 6 часов вечера. Но уже через несколько часов, несмотря на все усилия пожарных, пламя разгорелось на площади около 4000 квадратных метров. Более 8 часов огонь не получается локализовать. До ближайших жилых домов около 500 метров. Пожару присваивают четвертый, предпоследний уровень сложности. Перекрыть доступ к кислороду и хоть как-то сдержать пламя удается, лишь используя пену. К тушению подключаются более 450 человек личного состава и 200 единиц техники. Но в какой-то момент перекрытие не выдерживают и связь пропадает с 8 спасателями. По предварительной информации, они в это время работали на крыше склада. В МЧС до последнего надеялись, их коллегам удастся спастись. Не хотели верить в худшее, но рано утром были найдены тела всех восьмерых. Пожарно-спасательный гарнизон скорбит по поводу безвременной утраты наших товарищей. Благодаря их действиям из склада были выведены около 100 человек сотрудников предприятия. На Амурской пожарной погибли, выполняя свой долг как героя, соболезную всем родным и близким. Город окажет всю необходимую помощь семьям погибших. Первые минуты пожара в складском помещении на улице Амурской. В памяти мобильного телефона сохранилось время записи 17.45. Случайный прохожий, снимавший эти кадры, говорит, был уверен, возгорание вот-вот потушит. Паники нет, пожарные выводят из здания людей. Я видел там женщин, которые выходили оттуда, плакала она. Плакала и со своими подругами начала о чем-то там разговаривать, о какой-то проводке, чайнике, розетке, что-то такое. Я подумал, что замыкание, скорее всего, произошло и случилось возгорание. Но оказалось, это только начало. Вспыхивает хранившийся на складе в огромном количестве пластик. Территория, охваченная огнем, стремительно растет. В МЧС не подтверждают, что в горящем здании могли остаться персонал или охрана. По периметру продолжают работать 8 подъемных механизмов. Ведется проливка конструкций. Угроза обрушения здания сохраняется. Но главное, по словам пожарных, им удалось предотвратить взрыв или более масштабные разрушения в этой промзоне. На пути его распространения огня из помещений было вынесено около 30 газовых баллонов. Эвакуированы две трансформаторные масляные подстанции. А также из помещений компрессорного цеха, из системы охлаждения, через водяной затвор слито более 60 килограммами АК. В Следственном комитете рассматривают несколько версий возгорания, в том числе техническую и бытовую проверку начала прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».